Как вообще проходит ваша жизнь во время карантина? Так как у меня новорожденный ребенок, то, в общем-то, я предполагала, что я буду сидеть дома и заниматься своим ребенком, вот. Ну, кроме того, что там офис закрыт, компания не работает, или частично работает, да, моя компания, вот, я не чувствую каких-то там сильных ограничений, вот. Чего вам больше всего сейчас не хватает? Чего? Людей со здравым смыслом, которые адекватно оценивают ситуацию. Насколько сложно сейчас с ребенком во время пандемии? Легко или сложнее? Ну, начнем с того, что я вообще не верю ни в какую пандемию. Вот, это первое. А второе, ну, с ребенком так же, как всегда. С детьми всегда сложно. Ну, как сложно, да, это тоже определенная работа. Поэтому я всегда вкладываюсь в максимум в детей, вот. И независимо от, там, от пандемии, карантина, то есть я не чувствую какой-то особой разницы. Кроме того, что, конечно, старший ребенок хочет куда-то идти гулять, там, не знаю, развлекательные центры, зоопарки, парки, вот. Но я нахожу другие способы, как ее развлекать. Вы тактильный человек? Какой? Тактильный? Тактильный? Нет, не тактильный. Вы, вам не хочется больше обниматься, когда карантин? Помимо, я понимаю, что у вас ребенок, но, возможно, у вас даже в моменте какого-то одиночества или расслабления хочется кого-то обнять. Или достаточно? Нет, достаточно. Моя профессия обязывает меня к тому, что я общаюсь с большим количеством людей, вот, обучаю также других людей, но сама по себе я тот человек, который непосредственно получает энергию или заряжается, находясь наедине с собой. Поэтому, ну, уединиться, как бы, для меня это всегда, всегда плюс. А кем вы работаете? Я стилист. Класс. Это очень красиво. Что для вас жизнь? Я же работаю стилистом 16 лет. Ну, вот. Это единственная профессия, которая у меня была, и вот, как бы, ну, я продолжаю. Хорошо. А что для вас в целом жизнь? Что для меня в целом жизнь? Это опыт. Опыт, который мы получаем, живя. Жизнь — это любовь. Я думаю, что любовь, как бы, должна быть, так сказать, первопричина всего вообще. Потому что ребенок должен, да, жизнь должна получаться из любви. Там, мужчины и женщины, к примеру, получается ребенок. Ну, не только, как бы, но во всяком случае, в моей карте мира или в моем представлении это именно так. Вот. Поэтому жизнь — это и есть любовь, и это есть опыт, в котором мы здесь проживаем. А что такое любовь? Любовь — это, безусловно, принятие другого человека, каким бы он ни был, если... Да, в первую очередь. И это когда есть возможность делиться от переизбытка, да, этой любви. Можешь поделиться нею с другими. А как вы любите? Как я люблю. Ну, вот, проявляю максимальную заботу о тех, кого я люблю, во всех ее, в общем-то, видах. И, как я сказала, ничего не ожидаю взамен, ничего не жду, не имею каких-то ожиданий в ответ и просто принимаю человека таким, какой он есть. Или ребенка. Да, вот, люблю его, и все. Не жду, что он там вырастет каким-то, я не знаю, дипломатом, или вырастет еще кем-то, или что-то мне там... Или он должен в ответ на эту любовь быть послушным или хорошим, потому что я же так его люблю и делаю для него все, что могу. Нет, просто-просто люблю и делюсь от переизбытка. Ну, и делаю максимально все возможное и ничего не жду взамен. Как вы понимаете, что вас любят? Как я понимаю, что меня любят? Не знаю. Вот просто чисто, наверное, чувствую, ну, как бы, ощущаю, любят или не любят. Каких-то признаков того, что меня точно любят? Не знаю. Не могу сказать. Что это значит, что мне готовят завтрак в постели, или, я не знаю, или там мне разрешают все, или мне покупают дорогую машину. То есть у меня нет никаких признаков. Просто чувствую или не чувствую это сердцем. А с какого возраста вы себя помните? С какого возраста? Ну, так, наверное, осознанно вообще лет с десяти, я думаю. Какое самое приятное воспоминание из детства? Из детства? У меня таким даже вопросом застали меня врасплох. Я не помню, что у меня было приятно из детства. Приятное из детства то, что, ну, по большому счету, оно у меня постоянно, как бы, можно так сказать, было приятное. Один, наверное, то, что у меня, как бы, родители постоянно очень поддерживали. И я очень много видела жестоких родителей, еще каких-то других родителей. И вот это ощущение, что у меня родители, которые вот именно меня любят, это, наверное, есть самое такое наполняющее ресурсное воспоминание в моей жизни. То есть я не помню конкретно какого-то события, которое меня осчастливило или сделало, мне очень приятно. Но это вот постоянное ощущение того, что у меня есть родители, да, слава богу, как бы мама и папа, которые меня постоянно любят и заботятся обо мне. Ну, настолько, насколько это возможно. Есть ли у вас в воспоминаниях момент не очень приятный из детства? Не очень. Есть. Это садик. Когда мне приводили, оставляли в саду, вот. И мне постоянно был страх, что меня оттуда никогда не заберут. Вдруг что-то случится с моей мамой, она не сможет прийти и забрать меня. О чем вы мечтаете сейчас? Вау. Я мечтаю о том, чтобы моя мама вылечилась или излечилась, или выздоровела и взяла ответственность за свою жизнь в свои руки. А ваша мама сейчас болеет? Да. Она сейчас болеет. Как вы себя сейчас ощущаете? Очень много разных обстоятельств жизненных. Да, все вместе карантин, как бы, да, который, ну, в какой-то степени накладывает отпечаток. Ну, я этому скажу, скажу так, слава богу, что мы не пользуемся ортодоксальной или традиционной медициной или аллопатической в ее полном объеме. Поэтому нас это не сильно как бы коснулось. Но по большому счету в данных ситуациях, если человек заболел или ему нужно сделать операцию, то мало какие больницы могли оказать такие услуги. Это, конечно, печально для тех людей, для кого там это важно. Вот. Плюс, как бы, рождение малыша, плюс вот мама заболела. это оверхелл. Я не знаю, у меня муж, он не говорит по-русски, он израильтянин. Вот. Мы здесь уже живем седьмой год, и мы с ним общаемся на английском. Я не знаю, по-русски это оверхелл, как бы, да, то есть переполненная или перезагруженная, но снова же это все опыт. Расскажите, у вас есть в семье какие-то особенные, особые ритуалы памяти? в самом широком значении, то, что вам приходит в голову. Ритуалы памяти. Памяти чего? Чего-либо? Абсолютно. Ну, ритуалы памяти это просматривать какие-то альбомы, да, фотографии своих там дедушек, прадедушек, там, бабушек, почему-то бабушки, дедушки у меня на первом месте, ну, в общем, бабушек в том числе, да, это просматривание альбомов, старых фотографий, это какая-то одежда у меня есть, которая там больше 150 лет, или бусы, например, то есть периодически я это могу развернуть, посмотреть. У вас есть вещь на драматичном вопросе? Что для вас предательство? Я говорила, что, скорее всего, это какой-то жесткий обман, и вот я еще вспомнила, как бы, что это когда ты вовлечен в определенное, ну, в определенное взаимодействие с кем бы ты ни было, и от тебя скрывают истинные правила игры. Ну, к примеру, такой, может быть, ну, не совсем удачный пример, но если, например, девушка с парнем встречается, и молодой человек скрывает о том, что он, например, женат, да, продолжает там рассказывать девушке, что он завтра на ней женится, и у них все будет замечательно и прекрасно, вот, то есть для меня, как бы, это однозначно предательство, что если он бы сказал, что, послушай, у меня есть жена, и я хочу с тобой встречаться, тогда уже девушка может для себя принять решение, согласна ли она на такие правила, да, игры, вот, ну, это абсолютно во всем, в принципе, на работе, там, когда один человек умышленно скрывает от другого истинные обстоятельства. Вы предавали когда-либо? Предавала ли я когда-нибудь? ну, частично, частично, я бы сказала, ну, или слегка. Это как? Это как? Нет, наверное, я бы сказала, что, возможно, я скрывала какие-то вещи от определенных людей, но эти, они на них никак не влияли, на их жизнь или вообще на их, то есть я не взаимодействовала, поэтому, скорее всего, что это ближе все-таки, наверное, нет, потому что я говорю, ну, все-таки о предательстве, когда действительно для другого человека критично важно эта информация, которую, да, от него скрывают, то, наверное, такого я не допускала в своей жизни. А предавали ли вас? Меня тоже, слава богу, не предавали, во всяком случае, я не помню на своем. А, нет, ну, как бы, вот как раз у меня были такие отношения, я училась и жила в Лондоне, и вот я встречалась с парнем, не русской национальности, будем так это говорить, которого не одна жена... Юлечка, что ты с видео опять? Юль, сейчас. Юль, я даже убрала свое видео, может быть, так будет лучше, легче? Тайца. Я поняла. Хорошо. Хорошо. Смотрите, вы мне... Вам точно удобно? Вы уверены? Да. Хорошо. Да. Ну, я думаю, что если вам как бы окей, то мне окей, потому что мне, ну, когда... Если мы можем это сделать сегодня, это будет замечательно. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, до конца историю про студенческие годы, кажется. Да, предательства. Да. Да, вот я встречалась с молодым человеком нерусской национальности, как я сказала, где в их стране практикуются там многоженство, вот, и, в общем, он мне не сказал о том, что у него там жесть, нацит-жен, и мы там с ним какое-то время встречались, пока я это не выяснила. А что вы чувствовали в этот момент? Как вы об этом говорили? Случайно, как-то я не помню, в общем, как-то переписка мне попалась в телефоне, или, в общем, его жена позвонила, я не помню, уже как-то произошло, но, в общем, как-то случайно я об этом узнала, и была крайне шокирована. Что вы больше всего цените в людях? Что больше всего ценю? Да, в принципе, все ценю. У каждого человека есть свои какие-то прелести, все абсолютно разные, поэтому всех все ценю по-разному, и просто ценю, наверное, индивидуальность, когда человек не боится ее проявлять. Какие человеческие качества вам импонируют? импонируют? Это способность быть эмпатичным, целеустремленные люди, люди знают, которые что они хотят в этой жизни, люди, которые не встают на месте, развиваются, учатся. Сейчас, извините. Все, я тут. Что вы знаете о трагедии на территории Бабьего Яра? Ой, ну, именно конкретно что произошло в Бабьем Яру, я не знаю в деталях, вот, но про саму, как бы, ситуацию знаю многое. Я имею в виду в плане что происходило в Германии и так далее. Какие у вас ощущения вызывают вся информация, которая есть у вас? Ощущения очень много задумывалось, чаще, как это могло вообще произойти? То есть полное непонимание, абсолютное полное непонимание, как вообще люди, ну, да, то есть это не какие-то там люди, которые где-то живут в Африке, каннибалы, дикие, которые не умеют ни разговаривать, ни читать, написать, вот, это делали, а это делали как бы достаточно образованные, интеллигентные люди, и у меня в данном случае абсолютное непонимание. Как вы думаете, размышляя, почему такие трагедии, как Холокост, происходят? Вот я тоже об этом все время думаю, и тоже, как бы, пока что я еще для себя ответ не нашла, но, скорее всего, это когда вещи скрываются, да, и, ну, то, что происходит на самом деле, не выглядит тем, что происходит на самом деле. Как вы думаете, что нужно делать, чтобы такие трагедии в Холокосте не повторялись? Что нужно делать? Много чего нужно делать. нужно в первую очередь то, что, кстати, мы с вами говорили, да, помнить о том, что такие вещи могут произойти, вот, ну, и, наверное, отталкиваться от того, что вообще никакое ущемление других людей или какие-то издевательства или вообще, ну, ущемление каких-либо прав в отношении кого-то, кого бы то ни было, ну, они не должны происходить вообще, ни при каких обстоятельствах. ну, я не знаю, как бы, насколько я понятно ответила, да, но любые какие-то вообще, как только происходят какие-то ущемления прав других людей, мне кажется, что это сразу уже тревожный звоночек. Может ли подобного рода трагедия когда-либо повториться в Украине? Я думаю, что абсолютно может. Ну, то есть, это крайне реалистичные вещи. Частично какие-то вещи же происходят регулярно. там, я не знаю, избили кого-то, да, темнокожего студента, например, да, там, или памятник Шалом Алейхи, там тоже было что-то, я не знаю, обрисовали, там, нарисовали какие-то сластику или как-то, свастику. Вот, то есть, есть очень много людей, которые негативно настроены в отношении других людей. И в данном случае я как бы говорю, это не только может быть, ну, то есть, не только должно касаться там людей определенной одной национальности. Это не важно любого, вот, ну, любых других национальностей. Как вы считаете, помнить это душевное качество или активное действие? Помнить и то, и другое. Каким должен быть современный мемориал Холокоста? Который показывает максимально, максимальную правду. Всего то, что происходило, какие люди, да, это делали, ну, или чьими руками это все создавалось. Этот ужаснейший план, эти ужаснейшие действия. Вот. Ну, как-то так. Может ли память предотвратить повторение ошибок? Только память нет. А что еще? Ну, ряд, ряд каких-то определенных действий, да, то есть, это какое-то определенное образование людей, подрастающего поколения, о том, что любая, любая национальная вероисповедание, любое, ну, любая разница имеет место, имеет право быть до тех пор, пока она не вредит другому человеку. И в этом нет ничего плохого. Ну, к примеру, да, это один из примеров. Например, какое-то такое образование, там, в школах, в садиках, в семье, в первую очередь, что жизнь это самое ценное, что у нас есть. И никто в этой, на этой планете не имеет права забирать жизнь другого человека. Ну, не только человека, но в данном случае, да, говорим о людях. Что для вас быть человеком? Быть человеком это не руководствоваться своими пятью основными инстинктами только. Что самое главное в жизни? Жизнь. Вот она и есть самое главное. Больше ничего главного нет. А зачем вы живете? Что-что? Зачем вы живете? Я живу, снова живу, вот в данном случае, жизнь ради самой жизни, да, для того, чтобы проживать определенные опыты, для того, чтобы что-то делать, развиваться, улучшаться, и, в общем-то, нести свет и любовь в этом мире. Юля, и какой самый ценный жизненный опыт на сегодняшний день есть у вас, в вашей жизненной копилке? Вот буквально сегодня об этом говорила, это мой такой самый, наверное, один из самых ценных, это точно, вот, но, может быть, даже я бы и назвала самый ценный, это в какой-то момент я для себя поняла, что вот я такая, какая я есть, все в жизни уже понятно и предельно ясно и, в общем-то, крайне скучно. И именно вот в эти недели, когда я начала это осознавать и мне стало от этого очень грустно, я для себя приняла решение, что я приму иудаизм, да, так называемый приму ги-юр, сделаю ги-юр, да, это все по-разному называют. И вот это заняло там года моей жизни, но это, наверное, было один из самых интересных опыт, ну, опыт, который я получила, он один из самых интересных, потому что это мне позволило выйти за рамки вообще своих каких-то взглядов, убеждений и узнать очень-очень много чего-то нового, интересного. Как вы изменились как человек в связи с этим? Просто поняла, что мир намного больше, чем я вообще его себе представляла и многообразнее. Действительно, у каждого есть, у каждого есть право выбирать то, что он хочет выбирать. Вот, и просто стала принимать других людей намного, не знаю, просто стала принимать других людей такими, какие они есть. Ну, это один из, да, аспектов. Другое, как бы, это, конечно же, принесло какие-то определенные там изменения в мой образ, в мой стиль жизни. Вот. И, в общем-то, сделало меня духовно намного сильнее. А что изменилось в стиле жизни, я имею в виду? Ну, это какие-то религиозные обычаи, да, соблюдение шабата, понимание вообще семьи, воспитания детей. То есть, в принципе, там очень много аспектов, которые меняются. Юля, спасибо вам большое за разговор. Я очень ценю ваше время и очень ценю нашу встречу. Спасибо.